друзья всем привет меня зовут аня я рада видеть вас на своем канале о вязании кто смотрит мой канал давно наверное помнит о том что я когда-то пробовала несколько раз вязать из вот этого мерино со шелком это бобинная пряжа из магазина вули и начиналась история этого пуловера это мужской поле начинался его история с совместнику от канала сани ниц в общем то когда я это все вязала у меня что-то пошло не так видимо расчеты или я неправильно измерила в общем-то хозяина будущего хозяина этого плора но короче что-то пошло не так и мне пришлось распустить потом я пыталась связать это у меня была первая версия это был прямой было прямая пройма до спущенный такой рукав в общем то потом я попыталась сделать вот в точной рукав у меня ничего тоже не получилось очень короче прошло уже больше по моему полугода с момента вот того что я забросила вот этот вот свитер а еще я пробовала кстати на машинке то есть это вот полотно это уже я на машинке вязала но в общем ладно не об этом пуловере сегодня речь речь пойдет о выпрямление пряжи значит вы видите да ну и знаете по-любому что пряжа после того как мы это все свяжем постираем тем более отпарим и тем более если это пролежит очень долго она вот такая вот в барашка такого превращается да что же нам с этим барашком делать конечно я несколько раз уже пробовала ну не несколько раз распускала соответственно несколько раз по-разному пробовал выпрямлять вот эту пряжу самые сложные вообще и долги по времени трудозатратный способ это вот эту вот ниточку прямо через утек проводить то есть просто просто гладить да причем гладить не просто утюгом а естественно еще и так скажем отпаривать да то есть с водичкой все в общем как надо тогда конечно все хорошо выпрямляется вообще без вопросов но сами понимаете тут это мужская модель тут около двух тысяч метров вроде как по мне чуть меньше где-то 1800 наверное но сами понимаете полторы полтора километра пряжи вот так вот утюжком провести ну блин не самое приятное занятие и так что я в общем то последний раз делала и что хочу вам показать также буду с этой спинкой буду распускать заново все делать и вообще что я решила сделать в этот раз но и в предыдущий у меня вот один из моточков который уже сделан но сами видите ниточка довольно прямая да но есть какие-то неровности но они не критичны и в вязании они никак никак не будут мешать и не повредят не так что я делаю я прямо из вот этого полотна беру так сейчас покажу буквально быстренько да то есть я вот так вот наматываю пряжу ну понятно да наверное сейчас намотаю и покажу я в общем то на половине пути вот так вот выглядит моя рука сейчас палец прямо так зажат я бы сказала большой но в общем то смысла я надеюсь вы поняли я формирую таким образом пасму да в общем закончу и встретимся в конце и так вот такой вот барашек у меня получился так я боюсь вытаскивать оттуда руки в общем то видите да что мне сейчас нужно сделать мне нужно ниточкой просто с двух а лучше с четырех сторон эту пасму просто перевязать так мы с горем пополам я ее перевязала конечно наверное нужно еще в каком-нибудь третьем месте сейчас ура в трех местах нормально сойдет значит что я делаю дальше я беру тазик и опускаю вот эту пасму в воду чтобы вам конечно посимпатичнее это все смотреть я взяла просто салатницу но в общем то делаем это конечно же в тазике так аккуратненько окунули в тазик и оставляем вот так вот ну может быть пол часика час чтобы вся пряжа полностью пропиталась водой сейчас кстати пряжу очень сильно напоминает доширак вот эту вот лапшу быстрого приготовления вообще чем такая вот барашком ну что полежала у меня пасмачка вот это вот в воде ну буквально пять минут что-то я конечно с часом загнула вот что я делаю дальше я ее отжала причем отжала вот прям ой некрасиво покажу ну прям вот так вот но не прям очень сильно и прям вот издевательски а так легонечко просто чтобы в воду вот это вот все убрать что я делаю дальше я вот так вот развернула на полотенце эту пасму но буквально чтобы вот последние вот эти капли сошли то есть я не заворачиваю ничего вот этого не делаю и дальше я подвешиваю эту пасму вот в таком виде просто в ванной покажу вам наверное фотографию прям видео снимать с ванной не буду в общем думаю что это будет понятно либо можно подвесить за один из вот этих вот перевязан до которыми я перевязывала пасму вот главное просто не положить на полотенце а вот просто подвесить чтобы под своей тяжестью пряжа так сказать выпрямлялась сама ну что пойдем в общем вот так вот это выглядит пасма у меня висит на крючке но и сохнет сушиться она будет ну наверное сутки если не больше зависимости естественно от влажности в доме ну что вот так вот выглядит моя пасма уже высохшем состоянии а на самом деле сохла она но дня наверное 23 я несколько раз меняла положение этой пасмы то есть сначала она была у меня висела вот за одну вот эту перемычку потом я меняла положение за другую за третью вот но в общем то все это время она у меня висела высохла в принципе понятное дело что это не дело там одних суток да потому что у нас все равно есть какая-то влажность и внутри пасмы все равно понятное дело будет сохнуть пряжа дольше но я не думаю что как-то это катастрофически много да там двое трое суток ничего страшного мы никуда не спешим особенно я вот с этим вот изделием до из этой пряжи значит что мне дальше остается делать то я вот отрезают эти перемычки здесь у меня их 3 и собственно сматываю все это в моточку от намоталки уже приготовила не буду ваше время тратить то сразу же покажу вот в начале видео тоже показывала вот так вот выглядит моточек после смотки ну и в принципе вы даже здесь уже видите да что пряжа она не такая не кучерявая что она уже ровненькая прямая конечно не полностью вот как до вязки но тем не менее вот здесь вот более такая она кучерявая но не такая не прям барашек в принципе вот такое состояние пряжа но уже позволяет спокойно вязать и и не будет полотно тоже вот таким вот неровным кучерявым из-за неровности пряжи значит смотрите не для любой пряжи вот такой вот способ конечно же подойдет потому что например с большим содержанием шелка пряжа может очень сильно вытянутся там и вискоза естественно тоже да может вытянуться у меня здесь шелка в 30 процентов в этой пряжи присутствует но я честно говоря не думала что пряжа растянется давние уже потом только сказали что что наделала пряжу такую нельзя в таком положении сушить но собственно у меня ничего никаких проблем не было ничего не вытянулась вот все хорошо но я думаю что это там стопроцентная вискоза или шелк что это вообще не особо вариант то что по тяжести да поскольку висит вот так пасма вот ну вы видели просто по тяжести это все вытянется естественно мы не очень хотим до чтобы все это вытягивалось вот я очень надеюсь что вам вот этот способ мой когда-нибудь в жизни пригодится мне он честно говоря очень сильно понравился особенно после того как я несколько дней потратила на просто проглаживание нити это конечно вообще очень очень жестко было вот этот способ гораздо проще быстрее и в общем-то по большей части происходит без какого-то вашего вмешательства и действий да вы просто наматываете все это в пасму как я делал да просто намочите это все в водичке повесите и все это за пару дней высохнет потом он останется перемотать вот вот собственно это все я вас благодарю за просмотр и увидимся в следующих роликах пока